Спасибо большое за предоставленную возможность выступить здесь и не буду долго падать. Остров Британия, часть которого стала одной из римских провинций в 43-м году н.э., был населен множеством различных общин, в основном кельтских, с которыми в течение долгого периода у Рима не было никаких контактов. Первое относительно хорошо задокументированное столкновение произошло во время похода в Цезаря, уже в середине I века до н.э., и именно это заложило основу для будущего взаимодействия. Однако даже после этих походов многие годы Британия продолжала оставаться неизведанной землей, по крайней мере до полноценного вторжения уже в середине I века н.э. Ее жители считали, условно, дикими варварами даже после установления там римской власти. С возникновением интереса к острову при его описании в античной традиции появилась необходимость назвать не только сами земли, но и тех, кто там проживал. И одним из первых этнонимов, у меня сегодня речь не совсем про терминологию, сколько про этнонимы, стало наименование с корнем Брит в различных его формах. Оно происходило, собственно, от самого названия, от самоназвания острова. Затем Цезарь, став первым из римлян, кто попал на остров в своих записках, дал подробное описание самой Британии и начал делать различия между местными племенами, называть их, опять же, более какими-то частными собственными наименованиями. С расширением контактов появилось еще одно разделение на дружественные и враждебные риму племена, когда уже не весь остров выступал заодно, но лишь его часть какая-то. Тем не менее, как и сейчас, общее название не истязало, оно применялось по отношению к жителям всего острова, если этого требовало контекст и не было никакой необходимости в уточнении. В сегодняшнем сообщении хотелось бы обратить внимание на особенности употребления как раз этого общего для проживающих на острове этнонима и на то, как оно отразилось в культуре, а также в очередной раз обратить внимание на то, как исключения могут утверждать правила. История описания Британии и ее жителей началась, конечно, чуть раньше, чем Цезарь, началась с географических описаний мира, и среди первых сомнительный персонаж Пифей. Сомнительный он, потому что про него как раз говорят, что он предоставляет недостоверную информацию. Но именно тогда появляется название Британики или Британия, которое, как утверждает исследователь, имеет кельтское происхождение, является самоназванием. Основываясь на более ранних свидетельствах, об острове и его жителях писали Деодор Сицилийский, указывая в качестве начальной буквы то Бету, то Пи. И к середине первого века до нашей эры, то есть ко времени Деодора, Бета становится более распространенным вариантом. Тем не менее, норма написания слова с начальной П не исчезла полностью и до сих пор остается таковой. Например, в балийском языке, в виде слова приитайн, которым, собственно, называется Британия. Не о жителях, но об острове писали Страбон и Плиний, также используя номинование Британия, но теперь уже только в форме с начальной Бетой, как в греческом варианте Страбона, так и в латинском Плине. Но, тем не менее, все эти описания были поверхностными, не в последнюю очередь из-за отсутствия полноценных контактов с островом. Эта неосведомленность подталкивал античных авторов к описанию жизни тех, кто проживал на острове, чтобы их рассказы наполнялись подробностями. Главным образом о том, насколько эти дальние племена были дикими и непохожими на римлян. Страбон, например, описывалась их внешность, называя более высокими, чем кельты, хотя имел в виду, естественно, и бриты были кельтами, и те, но он имел в виду, очевидно, тех, кто проживал на материке. Но в то же время, несмотря на свой высокий рост, они были более тонкими, скажем так. Примерно то же самое и про их дикость опять же писал Цезарь Тацит, не буду на этом останавливаться подробно. Но чем больше Британия взаимодействовала с Римом, тем больше появлялось разнообразие и подробностей в описаниях именно как раз наименований племен. Со временем появляется дифференциация, и начиная с Цезаря можно было уже встречать опоминания каких-то отдельных этнонимов, атрибатов, кантиаков, тренавантов, кингоманов, сингантиаков, анкалитов, биброков и так далее. А еще более позднее время, ко временам Тацитов, например, авторы знали про бригантов, про катувеланов, про эценов и многих других. Здесь также представлен слайд с карты, на самом деле это, естественно, условные границы племен, мне не очень нравится, что она здесь как-то четко проведена, скорее там можно было сделать такой вот микс. Мы знаем про основные центры, но не знаем, где заканчивались владения чаще всего. Тем не менее, основным наименованием остается все же Бриты. Этот этноним чаще всего был необходим в контексте описания римских завоеваний. Причем наиболее часто это казалось времен предполагаемых завоеваний императора Августа, который, как мы знаем, хотел захватить власть над островом. Его походы должны были, как ожидалось, принести победу не просто над дальними никому неизвестными племенами, но означали бы захват земель на самом краю света, а вместе с тем будто бы и захват всего мира. Так, например, пишет Гораций, что Август станет принадлежать к богам, если присоединит бритов и персов. Здесь, видите, не только запад, западный край мира, но и восточный край мира. И особенно хорошо это видно на примере Панингирика, который обычно включают в сборные коллегии Тибула, где мы видим, что для тебя остается непобежденная римская военная мощь у Брит. То есть ребриты стали последними, будто бы, кого не присоединил еще к себе Рим. Однако, как мы знаем, полное завоевание острова при августе так и не случилось, а римская провинция обрела границу в месте близком к тому, где сейчас проходят границы между Англией и Шотландией, лишь во времена Клаптия, то есть в 43-м году. Подобное разделение в целом не меняло ситуацию с анонимом, а мы жители острова так и продолжали называть бритов, вне зависимости от того, жили ли они в той части провинции, которая относилась, в той части острова, прошу прощения, которая теперь находилась на подчиненных риму территориях, или же на других. Британа их продолжает называть Дионкасси, описывая поход под предводительством Аблоплавтия, хотя это в некоторой степени ретроспективное сообщение. Во время описанных событий Британия вообще еще не была провинции. Также Британу их продолжает называть Геродиан, описывая поход севера, и таким же образом их продолжают именовать сегодня утром упомянутые авторы истории Августа, сомнительные авторы, опять же. Но тем не менее, мы видим снова, например, что их называют Британус, когда пишут про стену Антонина Пия, или в описании Марка Аврелия, там тоже снова Британус встречаются как некие общие дни. Возвращаясь к тому, как повлияло превращение части острова в провинцию, стоит отметить, что важно стало различать дружественные и недружественные по отношению к риму к лименам внутри бритских общин, внутри бритских общин, прошу прощения, на острове в целом. Поэтому в рассказах авторы описывали не просто бритов, а считали важным уточнить принадлежность к определенному племеню. Например, можно вспомнить в качестве примера, опять же, восстание под преодействием Баудики, где важно было отметить, что восставали только и цены, и присоединившиеся к ним тренаванты, как Тац нам сообщает. И только они как раз и сопротивлялись местной власти, римской власти. В дальнейшем особенно стали выделяться именно общины, населявшие север, который как раз оказался незавоеванным, и там уже проживали не родственные непосредственно бритам, населявшие центральный остров Пикты и Скоты. Про них в IV веке уже будет писать Клавдиан, и он говорит о том, что пришел легион римский, который должен был поддерживать самых дальних бритов, называя бритами, опять же, будто бы всех, кто живет на острове, далеко в том числе. Но зачем он туда пришел защищать этих бритов? Чтобы сдерживать в узде скоттов, скотти и пикти, на которых, собственно, были те самые татуировки. И хотя здесь следует сказать, что пикты, населявшие Шотландское анагоре, могли иметь общих предков с бритами, как считается, а скоты, появившиеся на острове около III или IV века, считают, что они относятся к гэлам, которые, конечно, кельтам. Однако самый интересный случай употребления этнонима был обнаружен в эпиграфическом источнике. Вообще, в целом, в эпиграфике существует несколько случаев употребления слова брит. Например, есть там бативные какие-то посвящения или реконструированная запись с таблички, где было перечисление одежды, скорее всего. Но самый большой интерес, конечно, вызывает табличка из Виндоланды, которым название было «жителей» применено с явно оценочной окраской. В этой табличке неизвестный автор, по-видимому, один из военных, описывает и называет их бритункули. Несмотря на то, что такой суффикс в целом был свойственен для языка, мы все знаем, конечно, про граекулюс, который использовали по отношению к импературу Антонину, но для бритов такое употребление этого слова было единственное. В то же время оно стало, пожалуй, самым ярким как раз для названия. Название «жителей острова» в рамках даже одного этого письма встречается, как видите, дважды. Причем, первая привычная нормативная форма как раз бриттонес, и вот уже второй раз личное отношение к ним мы видим во всей красе. Следует уточнить, что это не обязательно было отношение римлянина, поскольку в это время в Виндоландии была распортирована первая когорта тунгров или, может быть, девятая когорта батау. А последний свидетельствует как раз больше всего, и самые знаменитые представители батауов, такие как перфект Славий Цериал и его жена Сульпица Липедина, которые с друг с другом рождением поздравляют и так далее. Но вот, тем не менее, это надменное отношение вообще-то не единственное. Можно, например, вспомнить то, как думал про Цицерон еще в своих письмах Атику, когда Цезарь собирался завоевать Британию. И он писал, что на этом острове вообще ничего интересного нет, можно разве что раздобыть рабов, но и они не очень-то умные, в общем-то. То есть он указывает на превосходство римлян в таком культурном отношении с его точки зрения. И поэтому Бритункули, на мой взгляд, если свидетельствует не об отношениях между римлянами и бритами в целом, то, по крайней мере, демонстрирует пример того, как к бритам относились внутри империи. Уникальность вот как раз 164-й таблички именно в ее формулировке. А слово Бритункули стало в некотором смысле даже культурным феноменом. И оно, например, послужило основой для написания части главы в книге Гии де ла Бедвайера, которая написана в жанре научпопа. И она совмещает рассказ о реальной жизни римской Британии с вымышленной, как раз попытка рассказать через призму истории о том, какая там была культура. Вот именно, кроме того, именно слово Бритункули попало в современный словарь английского сленга, где его переводят как nasty or wretched little brits, что на русский язык я бы на самом деле все-таки переводила словом бриташки, хотя немного оно, конечно, из контекста выбивается. Таким образом, что самоназвание Бритона сохранилось почти до сих пор, хотя и в видоизмененной форме. Мы теперь жители островов чаще называем британцами все-таки, а Бритами мы называем именно как раз кельтские общины, до V века примерно проживавшие на острове. Этноним самый в римское время не изменялся, и, как показывают примеры, его использовали вообще в разных источниках, и в литературе, и в личной переписке, и в эпиграфике. И хотя при этом существовали другие номинования с указанием общин. А скоты, каледонцы и пикты в представлениях римлян, например, отличались именно от бритов. Тем не менее, большой разницы для римлян и близких к ним общин разницы не было, особенно когда речь шла о развлечении свой-чужой, то есть римлянин и неримлян. И вот что как раз исключение в виде этой уничурительной формы, на мой взгляд, отлично подтверждает и иллюстрирует. Спасибо. Мне оно тоже очень нравится. Спасибо, пожалуйста. Дорогие друзья, здесь у нас есть вопрос. У меня как-то была единственная ассоциация, что если переводить сериологи, то бритвы. Открытие должно произвести словно. Спасибо. 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 Продолжение следует...